МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А потом было принято решение доставить в столицу на полноценное лечение. Теперь ее жизни и здоровью ничто не угрожает. За время проведения специальной военной операции уже более 200 детей, получивших тяжелые ранения, следственным комитетом, эвакуированы, доставлены в ведущие клиники Москвы. Эта работа ведется совместно с Министерством обороны. Девочки сейчас находятся практически в шоковом состоянии. Она буквально несколько дней назад потеряла маму. Для нее, конечно, тяжелая ситуация. Мы получили эту информацию и смогли организовать срочную эвакуацию этого ребенка. Это продолжение тесного сотрудничества Института неотложенной детской хирургии и травматологии со Следственным комитетом России. Продолжение многолетнего сотрудничества, которое началось с 2015 года и которое ознаменовалось излечением тяжело раненых детей Донбасса. И мы очень благодарны Следственному комитету за ту действенную помощь, быструю, эффективную, по эвакуации тяжелых детей и по дальнейшему их сопровождению непосредственно в нашем институте и после выписки из института. Маму не вернуть. Для девочки-подростка это невероятное горе. Но врачи и офицеры Следственного комитета уверены, что Марина поправится и вернется к полноценной жизни. А после лечения девочка сможет поступить на учебу в ведомственный кадетский корпус. Она уже поняла, что мы своих не бросаем. Субтитры создавал DimaTorzok